Привет, друзья! Сегодня я получил посылочку и ее сейчас вскроем полезную и интересную штуковинку. Я подозреваю, что там такое. Это штука, которой я никогда не пользовался. Итак, сейчас посмотрим, угадываю ли я, что это. Так, в конвертике пакетик. Варварское открытие. И это линз-пен. У меня никогда не было линз-пена. Почему? Потому что я как-то на съемке свадьбы видел такую вещь, как видеооператор достает, скрывает линз-пен, начинает натирать свою оптику, и там просто размазываются и размазываются разводы. И они не собираются, как это должно быть, а они размазываются. Она потерла еще кисточкой и сказала, ладно, и рубашкой протерла. Я тоже в лучшем случае пользуюсь при сильном загрязнении салфеточкой еще сильнее загрязнение вот таким спреем. Спрей давно закончился, и я туда заливаю просто одеколон. Заливаю и может быть немного неправильно, но технику использую стеклянную, стекло и покрытие спирт не разъедает. Все нормально. Ну а в полевых условиях чаще даже рубашкой просто смахиваешь, и все. Рубашки хэбэшки. Я, кстати, видел как-то есть рубашки для фотографов, у которых какая-то то ли отворотная часть, то ли уголочек внизу с оборотной стороны встроена вот подобного плана салфеточка для оптики, которую раз отвернул и натер. Но имея качественные рубашки хэбэ, они тоже без всяких вставочек хорошо справляются. Итак, Lens Pen Original. Это система чистки оптики. Она двухсторонняя. Их множество подделок, копий китайских. Именно с такой я тогда и столкнулся, когда оператор размазал просто грязь по объективу. Мне кажется, даже добавила только грязь. Они отличаются. Не оригинальные отличаются от оригинальных. Не оригинальные китайские, они, грубо говоря, маркеры за 10 рублей, которые просто внешне похожи на оригинальный Lens Pen. Сейчас посмотрим более подробно, что такое Lens Pen. Итак, первое, на что нужно обратить внимание. Голограмма. Не знаю, видно, нет? Как она переливается. На китайских копиях зачастую это просто фольга, золотинка приклеена и не переливается. Ну, хотя китайцы такие, что могут и голограмму даже подделать. Поэтому лучше покупать в проверенных магазинах, которые продают именно оригинальную, настоящую оригинальную, а не китайскую под видом оригинального. При покупке меня смутила бы эта дырочка не по центру, но здесь все продумано. Здесь карандаш смещён не по центру и вымерено всё, чтобы центр тяжести был именно здесь, где сделано отверстие. Показано устройство карандаша, что он двухсторонний. С одной стороны кисточка, с другой стороны чистящий наконечник. Ладно, хватит болтать, давайте открывать. Вот почему не предусмотреть в оригинальный, относительно дорогое. Хотя для профессионала это совсем небольшие деньги. Он стоит, по-моему, до 1000 рублей. Там 700, 800, что-то такое оригинальный. Не с Алиэкспресс. Кстати говоря, может быть в одном из следующих выпусков можно будет попробовать сравнить китайский такой же карандаш с оригинальным. Ну, что сразу не нравится, это не предусмотрено простое, лёгкое открытие карандаша. Ну, почему не сделать какую-то перфорацию? Вот так вот, если нужно в полевых условиях, да, раз открыл, купил, открыл. И попользоваться, то приходится вот так вот раздирать варварским способом. Так, ну и сам линз-пен. Ну и вот сам линз-пен. Очень близко и подробненько посмотрим. Во-первых, я немного смотрел на Алиэкспресс. Это буква Е, обычно у них красным цветом почему-то выделена. Здесь полностью надпись вся белая. Хотя на упаковке тоже красная. Давайте разбираться дальше. Так, кисточка, кисточка откручивается. Это кисточка, а, нет, это как раз таки уже само основное чистящее средство. Кисточка вот. А, кисточка здесь выдвижная. Вот она. Раз. И вот она мягенькая, качественная. Посмотрим. Всё подстрижено под одну высоту. И задвигается. Для чего она необходима? Для того, чтобы, например, при чистке оптики... Вот, посмотрим. Вот пыль есть. Если мы сразу жестко начнем убирать плоско этой специальной кисточкой, и вдруг песчинка попадет, мы вдавливая ее можем так почистить, что она поцарапает нам линзу. Поэтому первонаперво убираем пыль вот этой мягенькой кисточкой. Пыль и песок. С свадебным фотографом приходится в разных условиях работать, поэтому, возможно, всё и пыль, и песок, и нитки, и волосы, и всё, что угодно. Вот. Убрали. Хорошо. Дальше. Задвигаем. И эта часть, она откручивается. Вот. И давайте посмотрим, что это такое. Сейчас подцветим. Там, по идее, внутри какой-то то ли угольный порошок, то ли что-то такое. В общем, что-то то, которое позволяет постоянно освежать покрытие вот этой вот штуковины. Вот этой кисточкой. В китайских копиях здесь просто то ли искусственная замша, то ли микрофибра наклеены, и всё. Вот это и вот протираете. Конечно же, она быстро забивается жиром, грязью, и быстро выходит из строя. Здесь какая-то штука. Ну-ка попробуем её сначала, например, вот здесь, на бумаге. Чистый лист бумаги. Вот. Она оставляет какой-то чёрный след. Не просто так, а специально это графитовое покрытие, которое обновляется из колпачка. Попробуем сейчас измазать. Я специально помыл руки. Вот он. Естественный жир, который, если некачественно убирать, то он просто размазывается. И попробуем убрать этой штуковиной. Сам ни разу не пользовался. Не знаю. Попробуем. Кстати, она ещё и поворотная. Вот я поставил, вращаю, головка стоит на месте для удобства. Постараюсь так, чтобы рукой не перекрывать. Не всегда это получается. Скорее всего, это вращательными какими-то нужными движениями делать. Всё. Ну, с жиром очень быстро, хорошо справилась. Здесь какие-то на стекле есть то ли это уже царапки, то ли выбоины, я не знаю, которые уже не стираются и верят ли чем-то сотрутся. Да, даже он не помогает. Это уже, скорее всего, всё. Дефекты на самом стекле. Вот. Ну, а с жиром отлично справилась. И справился карандаш. И теперь при, скорее всего, при завинчивании поверхность обновится. Да, я чувствую, что там уперлось во что-то. И можно дальше следующее стекло натирать. Если сравнивать с китайской копией, то получается, нет этого фирменного состава, который пропитывает эту кисточку. Не знаю, есть ли поворотная вот такая вот система, которая, это всё полностью резиновое получается, помогает удобнее все эти сгибы, линзы преодолевать плотненько, чтобы всё делалось. Вот. Дальше на китайских копиях я не видел, чтобы было закручивающееся, а этот колпачок просто как на маркере открывается и всё. И обычно вот эта выдвижная кисточка, она не столь ровная и не столь мягенькая. Так что оригинал, получается, стоит, конечно же, немного дороже, но относительно немного, потому что это там 700-800 рублей против каких-нибудь 500 плюс-минус рублей китайских копий. Но это качество и если уж покупать и чистить дорогую оптику, то экономия не стоит того и стоит предпочесть оригинал. Ссылочку на магазин оставлю в описании. Пишите свои комментарии, чем вы пользуетесь. И если интересно, в одном из следующих видео можно будет заказать на Алиэкспрессе неоригинальный карандаш китайский и сравнить этот карандаш с китайской его копией. Посмотреть, сравнить и попробовать в действии. Пока. Спасибо за внимание. Все ссылочки в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok